магнитное поле солнца перевернулось чем опасен солнечный максимум солнце основа жизни на нашей планете но его активность далеко не всегда предсказуемо мы можем наблюдать цикличные колебания в солнечной активности которые можно сравнить с дыханием огромной звезды один из самых интересных и динамичных периодов этого процесса солнечный максимум сегодня я расскажу вам о том что такое пик активности солнца и что с ним происходит каждые 11 лет поехали некоторые астрономы предсказывают что пик солнечной активности наступит в 2025 возможно даже раньше этот момент называемый солнечным максимумом представляет собой высшую точку солнечной активности в рамках полного солнечного цикла и характеризуется сильнейшим и наиболее беспорядочным магнитным полем солнца вследствие этого в ближайшие годы земля может столкнуться с более экстремальными условиями солнечной погоды каждый солнечный цикл в среднем длится около 11 лет и максимум обычно наблюдается в его середине эти пиковые события могут варьироваться по своей интенсивности от чрезвычайно мощных как ожидается в 2025 до менее выраженных как это было в цикле который завершился в 2021 итоговая мощность солнечного максимума который ожидается в 2025 определит насколько серьезными будут последствия для земли в частности это повлияет на вероятность возникновения солнечных вспышек или корональных выбросов массы которые могут вызвать серьезные проблемы для нашей планеты хотя такие циклы происходят достаточно часто и не представляют угрозы на уровне отдельных людей усиление солнечной активности может вызвать более частые сбои в радиосвязи и помехи для спутников находящихся в космосе кроме того существует вероятность того что радиация производимой этими явлениями может оказать опасное воздействие на здоровье астронавтов а также на пассажиров и экипаж самолетов которые путешествуют на больших высотах прогнозируется что солнечный максимум в 2025 будет значительно более мощным чем предыдущий хотя точная степень его интенсивности еще не определена мы уже наблюдаем вспышки класса x что свидетельствует о росте солнечной активности по мере приближения к пику также по мере достижения максимума солнечного цикла можно ожидать увеличение количества северных сияний солнечный цикл это периодические изменения в активности солнца связанные с увеличением и уменьшением количества солнечных пятен в середине 19 века ученые заметили что на солнце существует определенная периодичность примерно каждые 10 лет когда количество солнечных пятен то увеличивается то уменьшается этот процесс впервые зафиксировал немецкий астроном любитель самуил генрих швабе а затем его исследовал швейцарский астроном и математик иоганн рудольф вольф в честь этих ученых цикл солнечной активности получил название цикл швабы или цикл швабы вольфа цикл активности солнца состоит из двух фаз на первом этапе который длится в среднем около четырех лет наблюдается стремительный рост числа солнечных пятен затем в течение примерно 7 лет их количество постепенно снижается в ходе каждого цикла происходят и другие изменения например зона появления солнечных пятен со временем смещается ближе к экватору солнца солнечные циклы нумеруются с 1755 года и в настоящее время мы находимся в 25 цикле который начался в декабре 2019 года предыдущий 24 цикл стал исключением поскольку его продолжительность составила почти 11 лет и затронула период с января 2009 по декабрь 2019 года с 18 по 20 век длина солнечных циклов варьировалась от 7 до 17 лет а в двадцатом веке средняя продолжительность цикла была ближе к десяти с половиной годам поэтому термин 11-летний цикл является условным согласно прогнозам всемирного центра данных по индексу солнечных пятен и долгосрочным наблюдением пик солнечной активности ожидается между серединой 2024 года и концом 2025 года в то же время специалисты центра прогнозирования космической погоды национальной и метеорологической службы сша считают что максимальная активность солнца может наступить несколько позже период с конца 24 года по начало 2026 года по словам сергея богачева руководителя лаборатории солнечной астрономии российской академии наук активность солнца в 2024 году уже была необычайно высокой несмотря на то что конец года показался относительно спокойным это вероятно было лишь временная пауза и солнце вскоре снова начнет активизироваться этот цикл уже превзошел прогнозы на 70 процентов отметил астроном он также предупредил что ожидаются крайне мощные солнечные вспышки по его словам даже когда пик активности будет пройден интенсивные явления не прекратятся нет активность солнца останется высокой как минимум до 2026 года а возможно даже до 2028 таким образом риски для земли сохраняться еще на продолжительное время в то же время наса недавно провело пресс-конференцию на которой заявила что солнце уже достигло пика своей активности согласно прежним прогнозам максимальный уровень солнечной активности должен был продлиться с октября 2024 года по январь 2025 таким образом как отметил богачев существует множество различных прогнозов и оценок и ситуация остается неопределенной эксперты европейского космического агентства считают что солнечная активность продолжает расти и пока не достигла пика однако они также предупреждают что в рамках одного солнечного цикла может произойти так называемый двойной максимум когда после первого пика следует второй более интенсивный как же можно точно определить что солнце достигло пика активности для этого астрономы рассчитывают количество солнечных пятен и групп в которой эти пятна объединяются с помощью простой формулы что под силу даже школьникам вычисляется так называемое число вольфа которая служит основным показателем солнечной активности в текущий момент чем выше это число тем выше активность солнца хотя это правило было предложено еще в девятнадцатом веке она до сих пор остается основным несмотря на то что у астрономов есть и другие способы измерять солнечную активность однако число вольфа нестабильно солнечные пятна появляются исчезают скрываются за пределами солнечного диска затем вновь появляются группы пятен тоже постоянно образуются и распадаются поэтому для получения точного показателя приходится усреднять данные обычно вычисляется среднее значение числа вольфа за месяц а затем применяется следующее правило солнечный максимум считается пройденным если в течение полугода до и полугода после рассматриваемого месяца число вольфа было не выше чем в этот месяц к примеру если в июле число пятен и игру было особенно высоким и в течение шести месяцев до июля с января по июнь таких показателей не было а в последующие шесть месяцев с августа по январь также не было зафиксировано роста то можно заявить что в июле был солнечный пик но когда точно можно утверждать что пик уже прошел только через полгода после этого месяца то есть в феврале получается что на самом пике мы не можем быть уверены что находимся именно на пике ведь на следующий день количество пятен может резко возрасти исследователь центра прогнозирования космической погоды дзю вей фанг считает что все зависит от того попадет ли солнечная буря на землю для того чтобы солнечные бури воздействовали на землю они должны быть направлены в нужную сторону в нужный момент повышение солнечной активности увеличивает вероятность этого но не гарантирует что планета окажется в эпицентре новых штормов добавила она если же солнечная буря все-таки достигнет земли она может ионизировать верхние слои атмосферы вызывая сбои в работе радиосвязи и спутников крупные штормы блокирующий связь с космическими объектами могут временно вывести из строя радиосигналы дальнего радиуса действия и системы gps на больших территориях планеты пояснила фанг это само по себе не представляет большой угрозы но если длительное отключение связи совпадет с природной катастрофой такой как землетрясение или цунами последствия могут быть катастрофическими сильные солнечные бури могут также создавать электрические токи в земной поверхности что приведет к повреждениям металлической инфраструктуры включая старые электросети и железнодорожные пути пассажиры авиарейсов могут столкнуться с повышенным уровнем радиации во время солнечных бурь хотя пока не ясно будет ли это радиация достаточно опасной для здоровья тем не менее такие радиационные всплески будут гораздо более значимыми для астронавтов на борту космических аппаратов таких как международная космическая станция или предстоящие миссии артемиды на луну в связи с этим будущие космические миссии должны учитывать циклы солнечной активности отметила фанг кроме того ионизация верхних слоев атмосферы приводит к ее уплотнению что может создать дополнительное сопротивление для спутников находящихся на орбите земли это сопротивление может привести к столкновениям спутников или изменить их орбиту например в феврале 2022 года 40 спутников starlink от spacex сгорели в атмосфере когда внезапно упали на землю во время геомагнитной бури произошедшие на следующий день после их запуска в последние годы число спутников значительно возросло по сравнению с предыдущими солнечными циклами большинство спутников сейчас принадлежат коммерческим компаниям которые редко учитывают факторы солнечной погоды при их проектировании и планировании запуска при этом эти самые компании стремятся запускать спутники как можно быстрее чтобы не задерживать запуск ракет иногда они предпочитают запустить целую партию спутников и потерять часть из них чем отложить запуск пояснила фанг все это увеличивает риски столкновений или вывода спутников из орбиты во время солнечного максимума кроме того вероятность возникновения супер бури аналогичные событию кэрингтона в 1859 году когда небо по всему миру осветили бесчисленные вспышки северного сияния а телеграфные системы вышли из строя по всей европе и северной америке также повышается в период солнечного максимума она добавила что такой шторм может привести к ущербу в триллионы долларов в связи с этим необходимы более точные прогнозы солнечной погоды чтобы помочь нам подготовиться к наихудшему сценарию высокая солнечная активность проявляется через солнечные вспышки и магнитные бури люди которые чувствуют колебания магнитного поля земли могут столкнуться с различными проблемами однако медицинская статистика говорит что влияние магнитных бурь на здоровье людей является незначительным по мнению русского ученого александра чижевского период максимальной солнечной активности также совпадает с всплесками эпидемий пандемии и даже ростом преступности в целом в такие периоды люди склонны к более экстремальным поступкам статистика подтверждает эту закономерность но причина этих явлений до сих пор остается неизвестным что касается влияния солнечной активности на погоду то здесь связь не очевидно бывали годы с холодным дождливым летом при высокой солнечной активности однако не стоит забывать что мы также переживаем эпоху глобального потепления независимо от его причин предсказать жаркое лето практически невозможно а если лето жаркое ясное и солнечное да еще и приходится на пик солнечной активности то ультрафиолетовое излучение становится опасным именно в такие моменты стоит помнить о безопасности носить головные уборы избегать прямых солнечных лучей в полдень и использовать хорошие солнцезащитные кремы солнце эта звезда типа g2 в также известная как желтый карлик обозначение g2 указывает что оно принадлежит ко второй подкатегории желтых звезд класса g температурой на поверхности около 9980 градусов по фаренгейту буква в говорит о том что солнце относится к звездам главной последовательности солнце в это крупнейший объект в нашей солнечной системе его радиус составляет примерно четыреста тридцать две тысячи двести восемьдесят восемь миль от центра до поверхности а масса солнца составляет девяносто девять целых восемьдесят шесть сотых процента от всей массы солнечной системы она настолько велико что в него могли бы поместиться около одного миллиона трехсот тысяч земель однако в масштабе вселенной она относится к звездам среднего размера есть звезды которые могут быть в десять раз меньше а также те которые превышают размеры солнца более чем в 700 раз температура солнца колеблется в широких пределах от двадцати семи миллионов до десяти тысяч ста двенадцати градусов по фаренгейту на поверхности несмотря на то что поверхность солнца скажем так прохладнее она настолько горячая что не может содержать ни твердых не жидких веществ поэтому у солнца нет твердой поверхности и даже если бы вы могли как-то выдерживать высокую температуру вам не удалось бы просто встать на солнце солнце по сути белая поскольку она излучает все цвета видимого спектра но для нас на земле она выглядит оранжевым или желтым а иногда даже красным когда находится низко на горизонте это связано с тем что атмосфера земли рассеивает короткие волны синего света сильнее чем длинные волны красного оранжевого и желтого таким образом мы воспринимаем только определенные части спектра солнце вращается против часовой стрелки однако из-за того что она не имеет твердой структуры его разные части вращаются с разной скоростью экватору солнца требуется примерно 25 дней чтобы совершить один полный оборот в то время как его полюса делают это за 35 дней кроме того солнце движется по орбите вокруг центра нашей галактики млечного пути чтобы завершить один оборот вокруг галактического центра солнцу требуется около 200 25 250 миллионов лет солнце существует около 4 миллиардов 600 миллионов лет и находится в середине своего жизненного цикла она относится к звездам поколения население 1 которое включает молодые звезды богатые металлами характерные для спиральных рукавов галактики млечный путь солнце начало формироваться из молекулярного облака состоящего в основном из водорода и гелия вследствие взрыва звезды рядом с этим облаком ударная волна заставила его сжаться под действием гравитации облака стала сокращаться вращаться и нагреваться со временем большая часть водорода и гелия сконцентрировалась в центре этого горячего вращающегося облака когда температура в центре поднялась достаточно высоко начался процесс термоядерного синтеза что привело к образованию солнца которое мы наблюдаем сегодня термоядерный синтез является основным процессом который обеспечивает солнце энергией состав солнца в основном состоит из 73 процентов водорода и 25 процентов гелия оставшиеся два процента занимают элементы такие как кислород углерод неон азот железо магний кремний и другие интересной особенностью является высокая концентрация золота и урана в солнце по сравнению с другими звездами что поддерживает гипотезу о его происхождении из газа оставшегося после взрыва сверхновой любопытно что наша планета также образовалась из протопланетного диска оставшегося после взрыва сверхновой что объясняет повышенное содержание золота на земле по сравнению с другими небесными телами позднейшая метеоритная бомбардировка также привнесла дополнительные запасы этого ценного металла несмотря на то что солнце кажется газообразным объектом его плотность составляет около 20 1 и 6 десятых грана на 6 сотых кубического дюйма что гораздо больше плотности воды если бы температура солнца была низкой человек мог бы плавать в нем прикладывая гораздо меньше усилий чтобы держаться на поверхности но конечно сделать это невозможно солнце как желтая карликовая звезда имеет предполагаемую продолжительность жизни около 10 миллиардов лет так как на данный момент она находится на середине своего жизненного цикла и в течение следующих 5 миллиардов лет она переживет несколько значительных трансформаций когда в ядре солнца закончится водород она начнет переходить в стадию красного гиганта на этом этапе ядро сожмется температура в нем возрастет и процесс термоядерного синтеза продолжится с использованием гелия в результате солнце значительно расширится и станет таким огромным что поглотит меркурий венеру а возможно и землю при этом она увеличится в размерах в 200 раз когда солнце достигнет стадии красного гиганта температура в его ядре вырастет до примерно 180 миллионов градусов по фаренгейту и начнется превращение гелия в углерод это приведет к тому что внешние слои солнца будут сброшены а оставшиеся ядро превратиться в белого карлика звезду которая будет иметь размеры сопоставимые с размерами земли но масса останется почти такой же как у солнца белые карлики составляют около 10 процентов всех звезд в млечном пути со временем белый карлик будет остывать и тускнеть превращаясь теперь уже в черного карлика который будет крайне холодным и не излучающим свет однако на это потребуется миллиарды лет и таким образом наша звезда продолжит существовать в новом состоянии гораздо дольше чем на текущем этапе солнце неизбежно приближается к пику своей активности который согласно прогнозам будет наблюдаться в 2025 году это означает что в ближайшие годы мы можем ожидать больше солнечных сюрпризов однако не стоит паниковать ученые внимательно следят за поведением солнца используя современные технологии для прогнозирования возможных угроз чтобы заранее предупредить о них и минимизировать риски для нашей планеты что касается судьбы солнца то она неизбежно но до этого очень далеко так что мы с вами будем наслаждаться солнечным светом и теплом в полной мере еще долгое время а на сегодня это все всем пока